Привет! Меня зовут Сергей. И сегодня у нас с вами будет очень простой урок. Мы сплетем леденец на палочке, но не простой чупа-чупс, а вот такой цветной, который закручен спиралькой и стоит который 150 рублей в магазине. А мы с вами сплетем его из резинок. Итак, поехали! Подготовьте ваш станок. Один его ряд снимите, нам понадобится два ряда. Расположите их ровно друг относительно друга. Открытые стороны столбиков должны смотреть на нас. Также вместо стандартного станка мы можем использовать Monster Tail или рогатку, или мини-станок, который обычно используется в качестве колпачка для крючка. И еще отсчитайте резиночки. Нам понадобится 17 белых резинок и 17 цветных резинок разных-разных цветов. Я вот здесь их подготовил и сейчас буду накидывать на станок. По сути, нам нужно сплести сейчас обычный Fish Tail. Делаем мы это так. Беру сначала белую резинку и накидываю ее на два столбика. При накидывании поворачиваю восьмеркой. Теперь беру цветную резинку, накидываю сверху, опускаю немножко ниже. Беру теперь белую и так буду чередовать белая, цветная, белая, цветная, белая, цветная и так далее. Когда у нас накинуты три резиночки, мы с каждого столбика захватываем нижнюю и скидываем ее с внешней стороны к центру. Опускаем вниз. Теперь беру цветную резинку, накидываю сверху, слева нижнюю скидываю к центру и справа нижнюю скидываю к центру. Опять опускаем ниже, белую накидываем, слева снимаем самую нижнюю к центру и справа снимаем самую нижнюю к центру, вновь цветную и так далее. Плетем из вот этих 34 резиночек, то есть 17 цветных и 17 белых, плетем обычный Fish Tail. Ну, вам даже, я думаю, рассказывать о том, как он плетется, не нужно. Вы очень-очень хорошо его умеете плести. Я накидываю последнюю цветную резиночку, снимаю нижнюю слева и справа. Но вообще хорошо бы, чтобы вся вот эта конструкция заканчивалась именно белой резинкой. Поэтому, если последняя у вас получилась цветная, то все равно накиньте сверху белую, снимаем теперь нижнюю и снимаем красную вот эту, которая вторая у нас получается. С правой стороны снимаем и с левой стороны снимаем резиночки на крючок и делаем обычную петлю, проводя левую часть внутри правой части и слегка затягиваем. Но эту конструкцию нам чуть-чуть нужно удлинить. Для этого возьмем еще одну резинку белого цвета, просовываем внутри, другую часть накидываю на крючок, левую внутри правой и затягиваем. Все, вот такая деталь на данный момент у нас есть. И это будет сама конфетка. Но сейчас нам нужно еще сделать ручку или палочку, за которую нужно держать эту конфетку, когда вы ее сосете. Для палочки будем использовать белые резинки и при накидывании каждую белую мы будем скручивать в два оборота на пальцах. Вот я скручиваю первую и накидываю на два столбика, при накидывании поворачиваю восьмеркой. Опускаем ниже, накидываем теперь следующую белую, уже без восьмерки, просто накидываем. И сейчас снимаем нижнюю. Раньше, когда мы делали вот эту деталь, обычный фештейл, мы накидывали три резинки, но сейчас будем накидывать две. И каждый раз снимать нижнюю. Вот сняли, опускаем ниже и накидываем следующую, скрученную на пальцах вдвое. Опять снимаем. Это у нас уже получилась третья резиночка. Накидываем четвертую. И всего нам нужно для ручки использовать примерно 11-12 таких резиночек. И так плетем до тех пор, пока не будет длина этой цепочки состоять из 12 резинок. Итак, ручка для леденца готова. Я снимаю нижние резиночки и затем опять все скидываю на крючок, все то, что у нас получилось. Станок убираем в сторону, он нам больше не понадобится. Берем заготовку, захватываем ее вот за этот кончик и протаскиваем внутри петелек, которые у нас получились. Мы делали наращивание вот этой резинки еще для того, чтобы у нас получился узелок. И из-за этого узелка у нас не будет ничего распускаться. Он является как бы задерживающей частью. Теперь нам нужно из вот этой штучки цветной скрутить спиральку или круг. Кладу на поверхность и вот так плотненько закручиваю. Когда закрутили почти до самого конца, как в моем случае, мы сейчас должны завести крючок примерно в центр или чуть повыше. Я, наверное, чуть выше заведу, в самый последний слой. И протаскиваю крючок внутри, вытаскивая его около ножки. Захватываю петельку белую и протаскиваю внутри. Я протащил внутри петельку, и теперь она у нас находится в середине. Нам ее нужно вытащить немножко повыше, поэтому я сверху захватываю крючком ее и вытягиваю дальше. Чтобы она не торчала, мы с вами ее вплетем в какие-нибудь другие петли. Теперь я вот так захватываю, торчащую захватываю и вплетаю дальше. Она исчезла. Расправляем результат нашего труда, придаем форму круга. И все, наш леденец готов. Цветной, красивый, яркий и наверняка вкусный. Надеюсь, что урок вам понравился, поэтому ставьте за него лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях впечатления, отзывы, советы. И до новых встреч! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова